Друзья, всех приветствую! Сегодня у нас будет животрепещущая такая жопоподгорательная тема для тех, кто собирает компьютеры и кто варится в мире разных поколений процессоров. С чего вообще все началось? С того, что пару дней назад на своем лайв-канале, если кто не подписан, подпишитесь, вот QR-кодик, я выставил видос. Он называется так. Даня исполнил свою детскую мечту, собрал крутой комп. Даня, это не я, Даня это наш клиент из Староскольской мастерской, которому Никита собрал хороший компьютер на 4070Ti Super 13700 процессоре i7. И что меня смутило? Да, в общем-то, ничего. Компьютер замечательно, прекрасно работает, Даня пошел счастливый, мечту действительно исполнил. Но когда посыпались комментарии, я понял, что это надо обсудить. А знаете почему? Потому что, друзья, открываем комментарий и смотрим буквально. Два одних самых популярных комментариях звучат так. 13-е и 14-е поколения почти все брак. Сделали пацану праздник со скобочками. Вот такой вот ирония, значит, какой-то комментарий сказал. И все бы ничего, друзья, если бы это просто был один человек. Но тут залайкали, залайкали конкретно этот комментарий. Означает то, что многие с этим солидарны, согласны. Следующий буквально комментарий под этим комментариям. Проблемы Intel 13-го и 14-го поколения на 13700 тоже распространяется. И тоже залайкали. И что я понимаю, друзья, то, что как очень быстро разлетается какая-то негативная информация. Могу сразу заострить внимание на том, что любой негатив, он гораздо более сильнее позитива. Это сама себе негативная эмоция более мощная. Поэтому у тебя может быть 99 обалденных комментариев и один какой-то плохой. И ты будешь думать о нем. Так мы устроены, друзья, то, что у тебя в жизни может быть все прекрасно. Ну вот кто-то тебе что-то плохое про тебя сказал, и ты бы об этом будешь думать. На этом кто-то порезентирует ролики с названием. У кого-то что-то плохо, еще где-то что-то сломалось. Гораздо более просматриваемый. Потому что люди любят вот этот адреналинчик, эту эмоцию. Ну и вот как-то мы так, наша психология, друзья, устроена. В этом ничего страшного нет. Страшное заключается лишь в том, когда этот негатив вводит большую массу людей в заблуждение. Что, мне кажется, произошло сейчас вот как раз таки с пониманием 13-го и 14-го поколения. И я от лица человека, который, ну как минимум, несколько компьютерных мастерских имеет, имею статистику, имею опыт там не одного, даже не двух лет, да даже уже, можно сказать, не пяти, да, а могу поделиться своим личными какими-то знаниями. Возможно, они для кого-то будут полезными. Начнем с того, откуда вообще пошла вся эта шумиха насчет 13-го и 14-го поколения. В принципе, если мы говорим вот в своей массе, за те несколько лет, когда мы собирали на 13-ом, 14-ом поколении, каких-то прям уж большого негатива не было. Безусловно, с момента старта, это там вот для 13-го поколения 2022 год, для 14-го, 2023, конечно, топовые камни, они всегда колятся очень сильно, всегда существуют какие-то проблемы с прошивками биосов, настройками, частотами на оперативной памяти, и вся эта вот связка, материнская плата, процессор и RAM на топовых платформах, это всегда сумасшедшая такая лотерея, за которую ты платишь бешеные деньги. Это, я вам скажу, это уже давненько даже примерно. Первые проблемы, которые я понял, что, друзья, мы перешли немножко в другую эпоху, на моей памяти, это примерно 2020 год, когда у нас вышли 9-ые Ryzen 5900-5950, и мы в мастерской столкнулись с проблемой, когда рандомные псоды, рандомные вылеты, зависания, это фиксилось там, фиксуя напряжение на этих процессорах в биосе, и они начинали работать стабильно, и это был ни один, ни два, то есть Ryzen прям посыпались в тот момент, такое ощущение, что не Ryzen, а это Ryzen виноват, это знаете мем, если ты найдешь, кстати, сегодняшний ролик снимает у нас оператор Никита, если что, напишите им что-нибудь в комментариях, этот мем, где Человек-паук стоит, и вот когда проблемы на ПК с Ryzen, вот, абсолютно все виноват проц, да, когда проблемы на ПК с Intel, виноват кто угодно, и не поймешь. Так вот, пример с 2020 года на топовых процессоров, а именно, больше именно на AMD, такие проблемы уже были, и тогда был звоночек по моим собственным ощущениям, что в целом сейчас производители, что AMD, что Intel, они выжимают все, что могут, просто вот так вот берут свои нано-процессы, технологии, и дают тот продукт, который уже на грани, на грани каких-то возможностей, и ты постоянно рискуешь, ты постоянно рискуешь, если берешь что-то в разгоне, анлок делаешь производительности, и ты, получается, играешь в своего рода лотерею, и тогда действительно начали это все нести. Так что же сейчас, друзья, происходит с Intel, с 13-14 поколением, потому что, как бы забавно ни звучало, мы наших сборок за последние годы, ну, я так скажу, 8 из 10 собирали на Intel, и это не просто так, потому что действительно на нашей практике Intel был более стабилен, более надежен. Произошло вот что. Давайте вот примерно постараюсь объяснить наглядно. 9.04.24 у нас на 3D News, на самом деле гораздо раньше еще, безусловно, какие-то моменты были, но выходит статья, где разбирают то, что началось достаточно большое количество жалоб на нестабильность работы 13-14 поколения с разблокированным множителем. Здесь я застрел особенно внимание, друзья, мы говорим про 13-14 поколения с буковкой K. Это означает то, что это такие самые, назовем так, сочные, мощные камни, которые могут в разгон, друзья. И здесь эта статья идет от апреля 9-го, как раз-таки про то, что это количество жалоб увеличилось, нестабильность работы, вот эти все ошибки, синие экраны, зависания, фрезы, еще что-то, их просто стало больше. И статью помусолили, здесь, собственно говоря, как пишет немецкое издание Computer Base, проблема в стабильности работы наблюдается у процессоров. i9-й 14900K, i9-й 14900KF, i7-й 14700K, 14700KF, 13900KS, 13900K, 13900KF, 13700K, 13700KF. То есть, да, зафиксировали то, что. Сразу могу сказать, кто пишет в комментариях, что проблемы с 13-14 поколением на всех процах, это сразу, друзья, вообще мимо кассы. То есть, четко надо понимать, что огромное количество сборок, которые мы там собираем на том же 13-14 поколении, которые идут на Core i5 процессорах, они вообще к этой информации очень имеют какое-то косвенное отношение. То есть, с точки зрения стабильности, пока что на моей памяти, но не было такого количества случаев, чтобы можно было звонить в звоночек. Здесь речь идет именно про топовые процессоры, когда вы собираете сборку. То есть, если вы решили собрать сборку себе на i5 каком-нибудь, то к вам эта информация скорее не относится, чем относится. Поэтому не надо... Люди как это воспринимают? А, 13-14 поколение синьки или там соды. Все. Люди не вдумываются. Услышал звон, не знаю, где он. Они любят это все дело преувеличивать очень сильно. И, соответственно, обобщают. Вот когда ты начинаешь обобщать, тут начинается вот такой момент заблуждения. Поэтому я хочу заострить внимание на том, что я не отрицаю, что проблема, возможно, существует. Вернее, невозможно, она существует, раз люди жалуются. Она есть. Но ни в коем случае нельзя это все дело вот так вот раскидываться направо-налево. И проблема заключается в том, что люди, услышав это, они начинают штампы на все класть. И то есть, а кто страдает? Страдает... Да на самом деле люди и страдают. Потому что... Мастерские в данном случае. Потому что люди теперь пишут. Я не хочу себе на 13-м поколении, не хочу себе на 14-м, хочу теперь на райзене. А знаете, в чем проблема? На райзене, друзья, больше или меньше есть в точности такого же рода проблема. И поверьте, друзья, сказать, что на интелле 100% проблем больше, чем на райзене, сейчас ни в коем случае нельзя. Еще раз говорю, лично моя статистика, опять же, все, что я говорю, это исключительно май имхо, и мое скромное мнение, грубо говоря, называется. На райзене тоже есть эти проблемы. Мы сталкивались часто, когда память не хотела заводиться, когда райзен как-то ведет себя некорректно, она тоже в топовых решениях. Кому-то может повезти, кому-то нет. Но вот по собственным ощущениям не могу сказать, что райзен наголу превосходит. Он, безусловно, определенно в некоторых задачах действительно лучше. И если вы выбираете себе процессор, нужно отталкиваться именно от того, под что вы берете. То есть у интелла есть преимущество под одну задачу, у райзена под другое. Они, безусловно, где-то пересекаются. Но здесь надо понимать, что очень с умом нужно к этой теме подходить. И нельзя просто вешать ярлыки на все подряд. Вот так. Потому что простой пользователь, не разобравшись с теми, он тебе приходит и говорит, это говно. Так оно есть. Либо это. И все. И ты такой, а у тебя нет аргументов на это никак, ты никак уже это не докажешь. И здесь, друзья, моя лишь задача сказать, что не все так однозначно, как бы это забавно не звучало, нужно действительно более глубоко разобраться. Давайте попробуем. Не то, что более глубоко я сейчас собрался разобраться, я просто хочу вот своими мыслями поделиться на этот счет, мне кажется, это важно. Так вот, это статейка. Еще там таких статейк есть. Примерно месяц назад, мне кажется, вот после этого, наверное, больше всего люди начали эти моменты даже в комментариях, потому что у нас как бы подписчики пересекаются. Витя, наш близкий друг, выставил ролик. Массовая смерть процессоров 13700K, 13900, 14700, 14900K. Вот, я с Витей прекрасно общаюсь, мы постоянно обмениваемся каким-то опытом. Я знаю тонкости его мастерской, он знает тонкости нашей мастерской. И у него действительно на диагностике начало попадаться какое-то количество вот этих... Люди начали тащить 13-е, 14-е поколение. Вот, и действительно с проблемами, с теми вещами, которые не фиксятся просто так. То есть плавающие проблемы самые противные. Это когда у тебя абсолютно рандомно выскакивает какая-то ошибка, которая лечится также абсолютно рандомно. Это может быть какой-то фикс по биосу, начиная там от лока каких-нибудь ядер, повышение, понижение напряжением, прошивки, еще чего-то, игра там с частотой памяти. Все что угодно, потому что процессор очень сложная сама по себе структура, которая имеет огромное количество контроллеров. Там, твой же контроллер памяти, где ты берешь, у тебя все может прекрасно работать, а память некорректно как-то себя вести именно за процессор. Вот, Витя выставляет этот ролик. Ролик, казалось бы, на 10 минут, да, но при этом собрал там четверть миллиона просмотров. Соответственно, большая аудитория компьютерщиков, людей, которые любят это железо, да или просто любителей, вот, посмотреть, что происходит, это все дело воспринимают как? Блин, массовая смерть процессоров, несмотря на то, что Витя очень четко в самом ролике говорит, каких конкретно, и рассказывает, по сути, свой опыт, люди, как мне кажется, это все воспринимают вот так. Ай, все, 13-14 поколения, шляпа полная. Вот, при том, что, может быть, оно так и есть, но с некоторым но. Еще у нас получается какая ситуация? Витя там добавляет то, что у него есть опыт еще мобильных процессоров, то, что на ноутах тоже есть такой дефект. И основная суть заключается в том, что, да, проблема существует, насколько она большая или глубокая, неизвестно, она просто есть. Ты не знаешь, когда у тебя, покупая процессор вот такой топового сегмента, она проявится, проявится ли вообще, как она будет фикситься, неизвестно. Вот, и что с этим делать, неизвестно, потому что, друзья, Intel, ну, грубо говоря, они понимают прекрасно то, что, ну, разбираться абсолютно совсем, ну, как бы такое себе. Соответственно, они времечко тянут до новых поколений. Это и так логично, и все понятно. Каждая компания старается себя защитить как может. И какие бы там фиксы не выходили, насколько я понял, то есть они там ругались сначала, Intel, на том, что производители материнских плат ерунду полную делают, они виноваты, их прошивки. Вот, надо выкатывать новые, так сказать, модифицированные биосы, вернее, обновленные биосы на все это дело. И вроде как где-то что-то вот таким вот со скрежетом эта новость протекает через наше информационное поле с вами. И что мы имеем, на мой взгляд, имеем то, что Intel, даже вот следующая, наверное, статья, чтобы вы понимали, то есть у нас уже шум, да, у нас есть статьи, у нас Витя, который имеет вес в нашем техно, так сказать, ютубе, назовем, российском, выпускает и запускает вот эту волну, назовем так, хейта хорошенького к этим процессорам. Тут же, соответственно, многие поддерживают, да-да-да, у кого-то эти проблемы проявляются, и я нашел из того, что быстренько пробежался, последнюю статью от 12 июля. Ролик мы записываем 18-го, между прочим, 6 дней назад была эта у нас статья, где проблемы процессоров Intel 13 и 14 поколения все еще не решены. Вот так вот. И здесь проблему, я даже немножечко так, грубо говоря, зачитаю. Проблемы с зависанием последних процессоров Intel вроде бы решили через настройки энергопотребления материнских плат, но оказалось, что это не так. Редакторы Level 1 Tech провели исследование поведения процессоров 13900K и 14900K в видеоиграх и обнаружили, что у пользователей этих процессоров часто возникают зависания. Оказалось, что процессоры 13 и 14 поколения вызывают больше проблем в играх по сравнению с процессорами AMD, которые работают гораздо стабильнее. Такие проблемы не наблюдались у процессоров 12 поколения. У них зависания были на уровне AMD в того времени. Проблемы с зависанием связаны с вводом-выводом, что подтверждает информацию от Tech YES City. Они достаточно модулей концентратора ввода-вывода. Это указывает на более глубокие проблемы, возможно, связанные с проектированием процессора. В видеоролике упоминается, что сервисные службы часто заменяют проблемные процессоры или изменяют их конфигурацию. Например, отключают e-cores как раз-таки. Один из поставщиков услуга отметил, что с процессорами 12900K и Xeon проблем не было. Но с 13900K и 14900K проблемы продолжаются. В итоге они начали рекомендовать клиентам свои системы с процессором 7950X. То есть, вот к каким, собственно говоря, выводам приходят ребята. И, собственно, тут еще тоже о 12. Это у нас получается тема тоже 12 июля. И вот еще тоже о 12 июля. Проблемы с нестабильностью процессоров 13-14 поколений влияют на разработчиков игр, где говорится о том, что как раз-таки Intel сталкивается с серьезными проблемами на рынке, для потребителей, которые проявляются в нестабильности работы. Недавние исследования показали, что Intel отклоняют запросы на возврат для этих процессоров, что негативно сказывается на репутации компании. Ну, Intel понять можно. То есть, сейчас сказать под закат линейки. Так, друзья, возвращаем все процессоры 13-14 поколения. А учитывая то, что мы говорим про топовые процессоры, которые стоят там под полтишок, ну, это же просто самоубийство. Это выстрел себе в голову. И мы все прекрасно понимаем, что ни одна логично здравая компания, занимающаяся бизнесом, друзья, ну, такое делать не будет. Соответственно, плавненько-тоненько задача их соскочить с этой всей темы и не возвращать огромное количество клиентам деньги. То есть, я думаю, тут любой бы так поступал бы на их месте, потому что это действительно нереально просто. Сделать такую отзывную компанию на те процессоры, которые на сегодняшний момент уже поработали два, там, полтора год. Это жесть. Вот, даже если они уже конкретно работали как-то в кривом состоянии, с какими-то костылями, ну, что это сейчас будет? Просто все подряд захотят вернуть свои процессоры, даже если они по факту рабочие. Вот, идем так. Проблемы с процессорами Intel затронули студию Alderone Games, которая вот, путь титанов, есть. И они что заметили? Тоже, конкретно в этой игре вообще есть несколько игр, что в этой игре прям вообще крашится все очень плохо, пользователи жалуются, и, соответственно, Alderone Games сказал то, что все, блин, мы затестировали, 13-14 поколения с нашей игрой не работает, поэтому все переходите, как говорится, они все свои серваки закинули на AMD. То есть, вывод, как я это понимаю, как я это чувствую? Проблема есть, друзья. Проблема существует с процессорами разогнанными, топовыми процессорами. Она не относится абсолютно ко всей линейке 13-14 поколений, так что те люди, которые сидят на i7 обычных, на i5 обычных, без всяких буковках K, KS, KF, не переживайте. В целом, по статистике, у вас хорошие процессоры, они работают, они ведут себя адекватно. Не нагоняйте, называется, страха и суеты на ровном месте в этом плане. Люди, у которых есть, все-таки купили себе, либо испытывают сейчас такие проблемы, сложности с такими процессорами, какие у вас варианты на самом-то деле? Варианты, первый момент. Если вдруг вы уже себе такой процессор приобрели, испытываете какие-то сложности, как показывает практика тока эксперимента? Вам действительно придется чем-то жертвовать. Скорее всего, это будет жертва, называется, если ваш процессор уже работает нестабильно на высоких каких-то частотах, либо на полные, так сказать, нагрузки, отключать и ядра, понижать, повышать напряжение. То есть тут уже баловство, тут уже своего рода такая лотерея, насколько это грамотен, неграмотен, как себе эту машинку поднастроить. А те, кто собирается себе сейчас такое приобретать, просто учитывать, что вероятность такая есть. В каком проценте? Никто не знает. Даже если, предположим, один из 20 процессоров себя так ведет, ну, вот вы можете с этим столкнуться. И надо учитывать, что очень сильно это все, мне кажется, все-таки завязано на, получается, комбинации именно материнской платы, хороший, а плохой настройки биоса и конкретно самого процессора. На моей практике, практике моей компьютерной мастерской, даже процессор 13-го, 14-го поколения топовый, который мы собирали, дорогущие сборки, у людей работают стабильно. У нас не было, ну, может, если и был там 1-2 каких-то подобных случая, и то это я сейчас выдумываю, потому что я очень хорошо помню любые все там проблемные наши заказы. На моей практике сказать то, что эта проблема в нашем случае, я не могу. Не столкнулась наша белгородская, по крайней мере, мастерская, или другие с большим количеством. Поскольку мы мастерская, нам в любом случае приходят проблемные процессоры. Но чтобы это сказать то, что все, повал, это не как, назовем так, не знаю, там, ранний микрон, да, не как там Хьюникс на 3060 Ti, это не как те же 5900-ые, которые прям повально в свое время приходили. Я мог точно сказать, что с этим есть какие-то проблемы. Мы просто имеем это в виду, и на самом деле вы просто уже предполагаете. Хотите, покупайте, хотите нет, имейте этот риск, но должны четко понимать. В любом случае вы берете супердорогущую вещь за бешеные деньги, и она должна быть просто на гарантии. Вот и все. Она должна быть просто на гарантии. Вы не должны это где-то у левого чувака в подъезде купить, а потом плакать. Потому что боль заключается в том, что полурабочие продцы люди сливают. Вот это боль. Когда ты видишь то, что ты хочешь себе купить 13900K, а вот на авито за хороший ценник, он включается, работает, но хитрый продавец, чтобы сохранить свои денежки, он не скажет тебе, дружище, на самом деле, заходя в КС-ку, он у меня через 25 минут черный экран выкидывает. Он не скажет тебе, он так его продаст, а ты уже будешь страдать. Поэтому мои рекомендации, такие трезвые, назовем так, единственные полезные рекомендации, которые я могу в этой ситуации дать. Во-первых, купите себе Nokia 8820, это офигенный аппарат. Вторая рекомендация, не покупайте дорогущие вещи без гарантии в данном случае. Вы сможете себя обезопасить хотя бы в том случае, если у вас наглядно прот с кривой, просто возвращайте его по гарантии. Это хотя бы будет шанс, друзья, в данном случае. И когда вы покупаете себе топовую вещь, имейте в виду то, что чем более выжат сам технология, сам кристалл, тем больше вероятность того, что могут возникнуть какие-то моменты. То есть стабильнее всего работает холодное, не сильно производительное железо, где нет какого-то напряжения. Оно работает, не знаю, годами, и мозг не компассирует. Если ты хочешь себе перформанс, друзья, экстрим режим, это как, я знаете, как это назову, для сравнения, чтобы вы понимали, как гоночный болид, он очень долго, сложно настраивается, он выстреливает, и у него в любой момент отлетает коробка, все что угодно, жжется сцепление, потому что он работает на пределе своих возможностей. Это вот просто логика. И если ваш процессор, вы купили себе ски, не просто штаг, наверняка на хорошей матери на Apex, и каком-нибудь, чтобы погнать, чтобы выжить из этого все, вы это делаете, друзья, и вдруг он у вас начинает барахлить немножко. Ух ты ж, блин. Ну, сложно не удивляться. Я думаю, здесь все подключено. Производитель знает наверняка о проблеме, старается балансировать между маркетингом и вообще реальными продажами, что здесь происходит. Это реальный момент. Моя задача была всего лишь это все дело озвучить и просто порассуждать. И какая еще задача, сейчас скажу. Задача была такая, друзья. Я хочу, все-таки, раз уж такая тема затронулась, она для меня очень важна, потому что мы постоянно компьютеры собираем. Мы собираем много хороших компьютеров, и мне важно понимать, что люди думают об этом. Когда наши менеджеры, наши ребята будут человеку предлагать какой-то процессор, он с чем столкнется? С тем, что я посмотрел, почитал. Это вообще 13-14, говнище. А можете, пожалуйста, собрать меня на райзене? А мы знаем, что на райзене тоже бывают всякие проблемы. И ты такой думаешь, ну да, можем, конечно. И ты начинаешь серфить между желанием клиента, реальной статистикой, своими какими-то адекватными решениями. И это всегда такой микробаланс. Очень важно понимать. Поэтому, если вдруг у вас есть процессор 13-14 поколения, да даже пусть райзен на М5, которые раньше прожигали сокет, все такие, только не М5, только не М5. Потом как-то эта тема зафиксилась. И уже такие, блин, а М5 лучше 13-14 поколения во всем. Друзья, абсолютно брак, есть 13-14 поколения. А то, что у нас на М5 жгли сокеты, уже и подзабылось, друзья. Грубо говоря. То есть, это все очень тонко. И мнением большой массы аудитории, на самом деле, гораздо проще манипулировать, друзья, к сожалению, чем хотелось бы. И один видеоролик, одна статья может просто полностью, называется, пропорционально развернуть мнение большой массы людей, которые не особо хотят разбираться, а просто где-то что-то услышали. И у них даже нет этих 13-14 поколений. Они просто себе пометочку сделали, то, что раз написано массовая смерть, предположим, значит, все это общая шляпа. Ха! Как говорится. Поэтому, если у вас есть такие проблемы, друзья, вот почта моя. Там, DanielGerasimov, prsobako.ru. Пожалуйста, скиньте видос ваших реальных проблем на 13-14 поколении. Если вдруг, и разни, тоже на М5, для чего? Для того, чтобы можно было это разобрать, посмотреть, понять, с чем люди сталкиваются. И если вы уже нашли какое-то решение для своей проблемы. То есть у вас есть проблема, как я сейчас покажу в последнем фрагменте нашего ролика, как есть у вас проблема, и, соответственно, есть какое-то решение, как человек из него выходит. Это очень полезно, это поможет, грубо говоря, я вставлю потом какую-нибудь компиляцию проблем тех же Intel, тех же Ryzen, кому-то это, возможно, будет полезно, как с этим, соответственно, друзья, бороться. И что-то еще хотел по концовку сказать. Я сказал про то, что люди перешлют, соответственно, видео. Что еще не сказал? Я не сказал, да и много чего. Я хотел ролик на 5 минут записать, но что-то меня так прорвало. Да, 25 минут? Твою налево, блин, я не собирался, друзья. Да, ну что-то меня подожгло, мальца все это 13-14 поколение. Да, закончено, наверное, так, друзья. Ничего в нашем, особенно, в нашей жизни потребления, вечного ничего точно не будет. Сейчас производитель, называется, настолько все быстро стало обновляться, что если мне казалось раньше выходного поколения, это что-то, какое-то значимое событие, то у меня сейчас такое ощущение, что они сами не успевают за собой. То есть, серьезно, так все быстро обновляется, меняется, ты уже не понимаешь, где какие процессоры, какие обновления, что здесь совсем происходит. А люди все равно покупают, потому что это все цифры, это дадут. То есть, я понимаю профессионалов, которым действительно важен каждый процесс производительности. Но для большинства людей, на самом деле, которые покупают просто сборки зачастую, и процессоры там пятилетней давности будут тянуть все современные игрушки. Но это отдельная тема, которая, как бы, лучше ее не трогать. А то можно получить жесткую дозу еще каких-нибудь интересных комментариев. Я лишь желаю, друзья, вам, когда вы совершаете покупку, грамотно это все дело очень оценить, изучите информацию и принять решение, и быть готовым к каким-то, соответственно, последствиям. То есть, быть просто ответственным за свой выбор, но и обезопасить себя, если вы не сильно хорошо разбираетесь, можете тем, что будете покупать вещь с гарантией. Будь то целиком сборку, будь то отдельные комплектующие, на тех площадках, которые, по крайней мере, ее предоставляют, и в случае чего вы сможете этот вопрос пофиксить. А так, мне честно, глубоко, абсолютно фиолетово. Что на AMD, что на Intel, это просто наша реальность, друзья. К сожалению, у нас нет мощных игровых процессоров, которые, не знаю, производились в городе Белгороде, поэтому мы вынуждены выбирать из того, что есть. Для Intel это сейчас, как бы забавно не звучало, актуально это 12-е, 13-е, 14-е поколение. Все, это самые актуальные вещи. Имеется в виду, я никого не осуждаю, там, 1200-ый, 1151-ый сокеты и ранее, 775-ый вечен, между прочим. Но актуальность с точки зрения именно покупки, сейчас, если свежачок, это 12-е, 13-е, 14-е поколение. Ну, на AMD, они, ребята, более такие, знаешь, долгоиграющие в этом случае. Мы имеем с вами, противоставляем 1700-ому сокету, а М5-ая. Ну, М4-ая платформа тоже до сих пор актуальна на своих топовых процессорах, но все-таки АМ5-ая, это уже абсолютно другая ветвь. Поэтому выбор, друзья, за вами, я лишь рассказал то, что хотел, поэтому вот как-то так. Надеюсь, фу, с пользой привели эти, да, 27, друзья, минут. Если что-то упустил, черпаньте в комментариях, обязательно. А, чуть не забыл. Прости, да. Я думаю, вот забыл последнюю мысль, которую я хотел. Мне, после того, как я в нашей телеге, если что, тоже, кстати, подпишитесь, пожалуйста, скинул пару кружочков, говорю, блин, надо бы обсудить эту тему, на самом деле, на 13-14 поколения, потому что я не согласен с комментариями, когда переговаривают абсолютно два поколения целиком и говорят, что все брак. Надо менять это мнение. Не все брак, процессоры есть, косячные, друзья, непроблемные. Вот, ну не все, не все. Человек прислал видео, у него процессор, который он покупал, сборка за 600 тысяч, твою налево. И он купил процессор за 1050, 13900K. Как раз таки, если мне память, вернее, если тут фоточки не изменяют. Давай сейчас посмотрим. Так, у него процессор, да, 13900K, он говорит, у меня есть проблема. И, собственно говоря, для последнего обсуждения, вот, я вставляю его ролик, где он показывает то, что в экстрим настройке BIOS'а у него после, там, теста, там, TED-ом бенчмарка какого-то, черный экран появляется. И, собственно, при других настроек нет. Но это совершенно другая история, это просто одна из. Он написал, да, у меня есть действительно проблема, но проблема у него заключается лишь в том, что он выставляет более агрессивные настройки в BIOS'е, и они не держатся. Хотя даже сам BIOS, там, иногда говорит, что всякие разблокированные настройки могут быть следствием нестабильной работы. Вернее, не следствием, причиной нестабильной работы самой системы. Но это, говорю, настолько тонкая тема, которую уже не угонишься. Все, закончим как раз таки просмотром, друзья, этого ролика. Не забудьте подписаться, написать что-нибудь в комментариях и написать оператору Никите большое-большое спасибо, что эти 25 минут еще, наверное, ты же смонтируешь. Спасибо тебе большое. Все, друзья, берегите свои камни, по-другому не могу сказать. Видео для Даниила Герасимова, 16 июля. В общем, BIOS стоит последний, материнская плата Asus Z790 Apex. Переходим в настройки. Сейчас мы работаем на перформансе до этого. Стабильность, как и как наблюдается. Соответственно, переходим на Extreme Profile. Он гораздо более щадяйственный, по крайней мере, с того, что я читал в описании. По всем этим обновлениям в XMP Profile включен. Сохраняем изменения, запускаемся. Пробуем сразу запустить игру. Сразу говорю, что процессов получается 10 месяцев в использовании. В разгоне не работал как таковом. То есть, да, я пробовал разгон, но это буквально минут 5 работы. То есть, это было с программы от Intel, вот этого, от Extreme Tuning. Соответственно, все это время он работал не 24 на 7, там, киберпант на ультра, да, а минимальные настройки в RMS XH, потому что так получается минимальная задержка. Смотрим сразу, можно на посткоды посмотреть. Они там при нагрузочке, ну как, начинают влезать 10-е ошибки, связанно с CPU-памятью. Согласно мануалу на эту плату. Запускаем бенчмарк. Оп, черный экран. Что мы видим? О, новость с крашда. С ним крашный порт. Так.